всем привет с вами канал трилобит видео наша постоянная рубрика герои космоса и сегодня у нас в гостях крионы вот такие интересные существа которые живут в таком мире низких температур и вечный мир злоты вокруг них постоянно царит тьма и толще гигантских льдов и так крионы но самое интересное что можно еще они сказать это конечно же существа с нашей планеты да да крионы живут на земле и конечно же они живут в антарктиде вот такие вот интересные существа по крайней мере они должны там жить поскольку есть записи о крионах причем вот реальные люди вот ученые полярники действительно сталкивались с представителями данного вида ну или хотя бы вот находили какие-то факты доказательства их существования конечно живого криона поймать не удалось он понятно потому что все таки для них наша среда обитания слишком горячие до цельсию для них комфортной температуры где-то в районе минус 70 по цельсию вот а у нас все таки даже если брать мороз на поверхности материка то там где-то минус 40 минус 50 вот так для них это некий такой вот экстремальный уровень температуры ну тем не менее давайте все таки посмотрим что же это такое за крионы да такие такое все то что это но они она крион если какие-то градации как они выглядят стоит ли вообще их опасаться или нет это место такое дружелюбное что вполне нам позволит комфортно осваивать такой замерзший материк дальше вообще этих существ журналисты когда-то давно называли чудовищами горвица поскольку именно этот исследователь холодного материка впервые столкнулся с ними в 1960 году а потом ему же довелось видеть их еще не раз и вот позже этим созданием ледяной стужи дали название криона от слова крио то есть вот среда с низкими температурами и так впервые айзек горвица повстречал крионов уже как я сказал в шестидесятом году прошлого столетия как это произошло ну конечно же он вошел в состав группы ученых которые в самый теплый месяц для антарктиды это когда на улице всего лишь минус 40 градусов по цельсию вот такой вот легенький по меркам снежного материка морозец для нас конечно это будет вообще катастрофа да для москвичей ну тем не менее там это обычный такой теплый день и вот группа ученых отправилась со станции амутсен скотт к южному полюсу земли кстати о события которые дальнейшем развернуться они примерно вот произошли километрах в 50-ти от советской научной станции восток конечно ученые продвигались медленно по своему маршруту делали остановки поскольку производили необходимые измерения ну и соответственно выполняли научную работу а вот перед стартом с очередной стоянки группа недосчиталась своего коллеги магнитолога стопорда который то и дело отдалялся от отряда для сбора ну нужных ему данных соответственно чтобы вездеходы не мешали его работе он вот слегка отходил в сторону от основной колонны естественно когда поиски ученого проходили в самом разгаре то люди пришли к трещине к трещине вот в снегу которую ходила глубоко в лед и вот было предположение что он туда провалился ну и конечно же в глубине на таком ледяном карнизе на который располагался это вот внизу темного разлома виднелась человеческая фигура здесь было понятно что магнитолог просто да вот тупал когда занимался сбором данных ну и конечно же айзек горвиц вызвался как вот такой доброволец для того чтобы вот спуститься на ледяной карниз трещину спасти товарища или оказать ему помощь и вот по мере того как продолжался его спуск в глубину трещины горвиц отмечал что во первых конечно понижалась температура поскольку да все-таки он погружался он такой многовековой такой ледовый слой и на глубине около 140 метров он вот как раз достиг того самого карниза на который упал магнитолог но тела там уже не было а что же он там нашел а он нашел некоторые следы вот упавшего ученого и вот то что тело было скажем так убрано оттуда то есть его кто-то или что-то утащили там были из следы то того как вот тело по снегу вот по льду куда-то утаскивают вглубь причем кто-ли что могло утащить труп человека в такой стуже а температура там уже было где-то минус 70 по цельсию и свет в общем то практически не проникал то есть явно было что кто-то или что-то тело уголокло смотрев карниз более внимательно айзека обнаружил и замерзшую кровь и в общем то и часть одежды стопорда то есть понятно что действительно кто-то вот решил поживиться то вот таким ну можно сказать еще еще может быть живым человеком на и были вот так же рядом некие такие странные следы причем они были с одной стороны похожи на крысиную лапу но очень большого размера то есть крыса которая могла бы оставить такие следы она должна была быть размером такого хорошего такого мальтерового волка то и больше ну и соответственно весила вот такая крыска килограмм может быть так под 50 под 100 ну естественно горбец начал осматриваться вот в поисках такого необычного животного начал светить фонарем в разные стороны и вот на мгновение где-то вдалеке уловил два светящихся глаза того самого монстра в пасти которого ученый заметил тело магнитолога причем свет для чудовища оказался очень таким резким воздействием и она тут же метнулась в сторону от луча фонаря может быть как бы да так вот какие-то у него имелись глаза и если ты вот яркий свет его ослепил что зверю крайне не понравилось тем не менее она вот вместе с телом магнитолога скрылась это вот в темных ответвлениях горизонтальной трещины ну и естественно больше айзеку увидеть никого и ничего не удалось а спускаться ниже просто не мило никакого смысла да и собственно уже снаряжение не позволяло спуститься дальше вот по трещине там в бок или вниз чтобы как-то проследить маршрут неизвестного существа чуть позже снаряжение конечно же все-таки появилась да то есть туда их следователи вернулись смогли спуститься вот в эти ледяные трещины примерно на пол километра им удалось вот эту трещину пролезть до обследовать ее но по крайней мере так написано вот в тех потерялах которые можно прочитать на сетевых ресурсах конечно же не тело магнитолога не каких-либо следов или логово такого-то монстра креона до обнаружить не удалось впоследствии а ну сам город в тот момент в общем-то не признался что был он встречен неким таким монстром живущим в ледяных трещинах поскольку испугался что его могут просто вот признать таким слегка негодным к дальнейшим экспедициям ну и соответственно замерзшего материка списать на более привычную и теплую землю так вот прошла первая встреча с креоном конечно же айзек впоследствии это все дело в виде своих таких воспоминаний опубликовал ну это все-таки была не решающая встреча с представителями мира креонов второй раз люди с ними познакомились тоже неожиданно причем это было как раз тогда когда полярники так и не дошли до южного полюса в очередной раз поскольку погода испортилась поднялась метель и пришлось возвращаться на станцию где вскоре температура упала до минус 60 поднялся ветер и вот тем не менее станции все-таки удалось покинуть неким ученым Кеннету Миллеру и Арту Шорту которые конечно же вовремя вернуться не смогли ну и впоследствии когда они не вернулись на станцию на третьи сутки когда уже погода немного успокоилась буря утихла мороз чуть-чуть спал а были организованы поиски не вернувшихся полярников конечно же нашли их уже мертвыми и тела пропавших были обнаружены в двух милях от станции ну это где-то примерно в районе четырех километров и странным оказалось очень даже многое при находке ну конечно же вопрос был самый главный как могли вот люди в таких условиях когда жуткий мороз ветер сильно до снег буря и вот они все-таки прошли такое расстояние да по такой погоде тем более вот в холод да то есть без дополнительного снаряжения тем не менее вот им удалось как-то отдалиться на такие большие километры ну естественно для снегов и льдов и конечно же всех удивило то что от от людей осталась одежда плоть то есть ткани мышцы но в теле не было ни единой косточки то есть у пропавших полярников которые были впоследствии найдены вообще отсутствовали какие-либо кости в теле позже айзек горвиц когда уже да вот он опубликовал воспоминания о своей встрече с монстром льдиной пещере он высказал предположение что миллер и шорт увидели нечто странное может какое-то существо или того же креона да в общем то и это заставило их немножко отдалиться от станции ну а затем когда люди уже попали вот в бурю замерзли монстр антарктида то есть креон сделал свое дело напал на людей потому что ему нужны были только их кости и вот хотя предположение горвица показались тот момент действительно таким фантастическим романом ну вот полярникам ничего не оставалось кроме как принять вот такую теорию за рабочий на тот момент гипотезу а самому айзеку довелось еще раз столкнуться с жутким хищником антарктиды это было в день когда он с товарищем работал в магнитном павильоне в виде наружу горвица дух заметил при свете луны что к ним приближается нечто огромное и белое и в этот раз это была не крыса размером такого бычка или волка такого матерого а это был самый настоящий нетопырь это представьте себе огромный белый нетопырь дал такой герой из рассказов о вампирах кровососах вот такой вот нечто огромное непонятное белое вот приближалась к ученым естественно айзек воспользовался револьвером который тогда у него был и выпустил по летающему недоброжелателю все патроны которые были в барабане оружие и вот он даже говорил что якобы смог ранить монстра и вот товарищ который во время находился внутри помещения когда она вышел на улицу на звуки выстрелов никаких монстров нетопырей не увидел но тем не менее вот на месте схватки якобы были найдены остатки крови раненого хищника причем кровь эту уже как бы одну не только айзек горвиц нашел ну так же эту кровь обнаружили его коллеги да то есть тоже полярники которые вот осмотрели место предполагаемой схватки и вот так же было много интересного с этим образцом поскольку жидкость была похожа на антифриз по своему составу и свойствам то есть это была некая такая субстанция которая вполне может не замерзать даже при высоком морозе то есть предположительно вещество могло бы вполне сохранять свои функции даже при вот на градусном морозе то есть таким образом были сделаны но предположение что в глубинах антарктических льдов могут жить вот полярные креоны назвали их еще креонис полярис то есть что это такое это существа аммиачно-углекислого типа для которых оптимальной температурой является температурой минус 70 минус 100 градусов по цельсию а вот почему они в основном сконцентрировались вокруг южного полюса там зафиксированы самые низкие температуры а когда наступает солнечные более теплые пара то скорее всего они могут впадать состояние близкой к спячке ну и естественно в это время они как раз вот залезают глубоко под лед в расщелины вот в трещины глубокие да то где-то вот метров на 100 200 вот они заползают во льды и там вот как-то пережидают так называемые теплые времена лучшее для них время это конечно же полярная ночь тепло для них губительно поэтому они с одной стороны избегают человеческих поселений поскольку там температура естественно чуть чуть выше но и все-таки для них это да неприемлемо но когда вы возникает возможность поживиться за счет человека то они могут вот напасть на жертву для них плоть и кровь то есть белки и жиры ничего интересного не представляет а вот кости отличный источник минеральных веществ и в общем то именно за костями креоны и охотиться сам айзо горвиц больше никогда не сталкивался с креонами но вот в беседе с другими полярниками которые тоже выполняли определенные работы на антарктиде кстати отмечается что и советские полярниками с учеными со станции восток горвиц вот узнал что он не единственный человек кто видел этих монстров вот в частности наши да вот российские полярники в одной из таких вот бесед до закрытых признались что отпугивали некий неких таких летучих тварей таких вот похожих на то что горвиц увидел с помощью ракетниц а также вот термитными патронами конечно такие заряды весьма опасны для строений кстати якобы вот пожар до который случился на станции восток нашей станции в антарктиде 12 апреля 1982 года да вот тогда то на станции случился пожар и вот как одна из таких ну альтернативных версий кэш нет понятно что есть официальная версия которая все это объясняет но вот в качестве некого такого альтернативного источника произошедшего выдвигается версия о том что полярники стреляя как раз таки по кренам да вот что эти гигантские белые такие летающие не не топыри да вот все таки да так заглянули к нашим россиянам в гости ну и соответственно наши не растерялись обстреляли монстров ледяных из таких термитных патрон ну и соответственно вот в ходе такого теплого приема на станции возник пожар поскольку вот одна из построек загорелась конечно правда это или нет узнать сейчас сложно потому что я думаю что в живых найти кого-то кто действительно был участником тех событий сейчас ну практически невозможно да и я не думаю что люди будут вот действительно выдвигать версии о гигантских летающих монстров там или каких-то огромных крысах которые живут подо льдами и вот выходит на охоту за людьми ну в принципе с другой стороны до сих пор узнать что конкретно находится подо льдом да на замерзшем материке вообще если там формы жизни нет конечно они есть да и безусловно эти факты доказано действительно там в общем то можно много чего найти если попасть каким-то чудом под лед причем на такую глубину может быть даже там от километра и больше но пока что до этого до дойти нашим ученым не удалось когда конечно какие-то бробы там льда того же берут брали и будут брать дальше но попасть буром в креона пока нам не удалось живого представителя такой вот так представители виды вот этих вот странных существ с антифризом вместо крови поймать найти да то есть как-то вот его вытащить из этих льдов или вот до подстрелить такой вот более-менее целый образец не удалось поэтому точно описать как креон выглядит если какие-то градации виды под виды вот у этих существ точно сказать нельзя может быть они могут ползать и летать может еще и плавать умеют мы этого также не знаем но тем не менее по вот таким косвенным показаниям на воспоминаниям вернувшихся с замерзшего материка ученых можно действительно предположить что вот что-то такое все-таки подо льдом антарктида живет живет ну и когда-нибудь я думаю что люди с данными существами все же встретятся ну или хотя бы научный мир получит вот образец тела креона а пока а пока мы читаем воспоминания работавших на антарктиде людей и и ждем дальнейших новостей из мира антарктиды и населяющих ее таинственных креонов вот такие у нас сегодня были в гостях существа реальные они или нет пока что сказать сложно поскольку фотографии видео живых образцов как я уже несколько раз повторил научном мире нет а тем не менее вот воспоминания заметки людей которые там работали они сети появляются я думаю будет появляться дальше так что здесь все-таки так ну скажем так процентами на 20 на 80 пользу того что креоны все же есть и боятся нам их жителям больших городов до москвы например там или любого другого мегаполиса или крупного города где температура естественно всегда намного выше чем минус 70 по цельсию где у нас есть хорошая такая развитая система дорог камер я всегда полиция придет на выручку и любого там гигантского летающего не топорят тут же подстрелят поймают и защитят попавшего беду человека поэтому не креонов бояться не стоит живут они только там где южный полюс поскольку там самые такие рекордные температуры холодные и соответственно для нас креоны не представляют опасности ну конечно если только кто-нибудь из нас не залезет в щель в антарктическом льду и не попытается вот пролезть там метров на 300 400 вниз как раз то вот гнездо голодному монстру все на сегодня это все вот такие нас животные существа титаны вселенной могут жить в антарктиде подписывайтесь на наш канал пишите пишите вообще в комментариях как вот вы верите в это вы не верите что могло кстати говоря напасть на того же айзека да например то есть то понятно что когда он спустился в расщельном там конечно мог он что-то в свете фонаря перепутать не такую не такую возможно просто там какой-нибудь зверь ну известной науки дамушка это подвид там обитает в льдах так ничего в принципе там нет в этом необычного просто до конца может быть не совсем изученный биологами ну это конечно вещь поправимая а вот все-таки про летающих нетопырей да вот потому что якобы они причастны к пожару на станции восток ну не знаю здесь конечно я думаю все-таки если бы этот как-то произошло действительно в таком вот в реальности такой да вот всегда было реально как она наверняка какие-то советские российские ученые тоже бы написали заметки воспоминания мемуары до таком моменте как вот атака креонов да ну гигантских нетопырей причем где это вот может сказать на самом холодном материке планеты поэтому здесь конечно насчет нетопырей верится с трудом но вот доказать обратное не получилось все жду ваших оценок отзывов до новых встреч